В этом году Белорусская Академия Наук отмечает свое 85-летие. За эти годы достигнуты высокие результаты. А расскажите о перспективах белорусской науки сегодня. Ну, прежде всего, большое спасибо за то, что вы нашли время встретиться. Да, действительно, мы только что отметили 85 лет Национальной Академии Наук. Было большое и торжественное заседание, много приехало гостей. Был такой доклад председателя президиума Национальной Академии Наук. Исторический такой взгляд, что сделано Академией Наук за прошедшие годы, ну и те задачи, которые у нас стоят. Прежде всего, хотелось бы отметить, что на всех этапах исторического развития, с момента создания Национальной Академии Наук, сейчас она Национальная Академия Наук, Академия всегда служила своему народу, своей стране. Были задачи разные, потому что был период становления, был период индустриализации, был период послевоенный, который сегодня становление, развитие и так далее. Вы помните, что у нас стояли задачи создания новых заводов после войны, значит, машиностроение развивалось, потом химизация развивалась. Академия Наук очень активно участвовала во всех этих процессах, и по мере развития страны создавались новые институты, новые направления, российские школы. То есть мы работали вместе со страной. Так на всех этапах. Но сегодня время другое. Республика у нас самостоятельная страна, которая требует, конечно, решения других задач, чем были раньше. Рынок меняется очень быстро, и поэтому мы должны, вот, с одной стороны, я бы поставил на первое место раскрыть то, чем богата белорусская нация, чем богат белорусский народ, чем богата наша страна. Я думаю, что этому сейчас уделяется много внимания в Белоруссии, и, прежде всего, наше гуманитарное отделение, которое должно говорить не только о фундаментальной науке прикладной, а о духовности, о культуре, о значимости нашей языка и литературы, в целом о том историческом пути, который прошла сегодня наша страна, и на каких этапах что было. И вот, если я говорю с этим, видите, даже президент уделяет этому направлению очень большое внимание премия возрождения и многие другие, которые сегодня делаются. Вот одна из задач на завтрашний день Академии наук и в целом гуманитарного отделения, это вот исторически дать правильное описание того, что сделала наша страна, что делать и что должна делать в будущем на базе всех корней, которые вот наша нация создавала, потому что все говорят, что белорусская нация, она отличается своей такой вот добротой, вниманием, ну вот где-то очень усидчивостью, работоспособностью. Это наши черты, откуда они пришли, почему другие народы не имеют. Видимо, это присуще нам, белорусам, и поэтому это нужно показать, откуда это все прошло. Второе, что я хотел бы сказать, вот у нас, да, благодаря Советскому Союзу в стране создана мощная промышленная база, машиностроение. Но, к сожалению, сегодня такого количества машин уже не нужно нам, а рынок переполнен. Поэтому в нашей стране нужно развивать те направления, которые востребованы сегодня на рынке. Поэтому где-то может быть, или машины нужно развивать, но развивать те, которые можно продать. А нам создавать новую экономику, ту, которая будет востребована не только сегодня, а и завтра. То, что нужно для человека, для общества. Поэтому здесь уделяется многому, сейчас и много разговоров идет о том, что прежде всего информационные технологии, видите, как они быстро развиваются, они востребованы человеком, биотехнологии, и как для непосредственно, для человека, с точки зрения создания лекарств, так и для растительного мира, аграрного сектора, так и для создания лекарств. В этом направлении биотехнологии будут быстро развиваться. Химические технологии, прежде всего, малый синтез, такое малотоннажное производство. То, что нужно сегодня вместе с биологическими процессами. Вот это, например, нанотехнологии, космические исследования, суперкомпьютеры лекарственных технологий. То есть мы видим, что сейчас, под завтрашний рынок, нужно создавать то, что будет востребовано не только сегодня, но и завтра. Вот это задача Академии наук. Поэтому мы очень благодарны в целом, вот подводя итоги, говорится, 85-летия. Мы говорили на таком расширенном заседании не только о том, что выполнено в текущем моменте, а о тех задачах, которые стоят сегодня на завтрашний день. И вот с этих позиций нам нужно продолжать накапливать знания. Это задача Академии наук. Но этого мало. Знания должны быть востребованы. Вот когда знания востребованы, то есть применяются, они дают отдачу. Это вторая задача, о которой мы сегодня говорим. Конечно, мы должны говорить о том, что наука без денег не бывает. Нужно укладывать ресурсы. Ресурсы нужно укладывать как материальную базу, так и в проводении исследований, так и в подготовку кадров. Вот без этого сегодня невозможно. И здесь мы должны говорить о том, что да, нужно развивать сегодня науку. И мы вот впервые в этом году прозвучалось у нашего президента о том, что он поддерживает Академию. И что нужно не реформирование Академии, а развитие науки и Академии наук. Это единое целое. И государство тогда состоялось, если в него есть Академия, если в него сегодня есть искусство, духовность, если в него и развит высокоспорт, все остальное прикладывается к этому и характеризует страну. Вот нам нужно это делать сегодня в Национальной Академии наук. А для этого что нужно сделать? Мы это и говорим. Сегодня у нас наукоемкость валового продукта составляет где-то 0,6-0,7%. Причем бюджетная часть 0,3%. А в среднем мере это 2-2,5%. Как выйти на этот уровень? И зачем он нужен? Нужен не ради того, чтобы получить деньги и накопить знания. Вот между знаниями и рынком производства есть так называемый процесс ОКР-ОТР. Это разработка конструкции тонко-теологической документации. То есть выпуск проектов. У нас она слаба. Вот вроде бы есть знания неплохие в высшей школе, в Национальной Академии наук. Есть мощности производства, а промежуточной нет. Сегодня многие страны как развиваются? Он говорит, моя задача создать новое. Если я создал, мне роли не играет. Я могу, как говорится, по интернету провести конкурс. Кто хочет вложить деньги, кто хочет это производить и свои знания продавать. Вот нам нужно создавать так называемое дизайн-бюро, создавать инженерные компании больше и в государственном секторе, и частном. Вот эту часть, потому что надо, чтобы те знания, которые накапливаются, они могли выходить на, как говорится, тому, кому они нужны. И за них нужно платить деньги и создавать то производство, которое востребовано. А новое производство, то, что нужно рынку, только на новых знаниях. Само ничего не знает. Вот этот процесс академический, но малоакадемический, потому что академия может разрабатывать с высшей школой. А надо еще не только поднимать вопрос накопления знаний, создания нового, но и создавать атмосферу инновационной воспроимчивости народом и производством. Если человек не видит, он пройдет мимо. Он должен понимать, что такое новое и что оно может ему дать. Сегодня воспроимчивое знание, будем говорить, в нашем обществе с точки зрения промышленности очень, я бы сказал, невысокое. Это и наш недостаток, но не только наш. Это в целом мы должны думать, как это сделать. И вот это направление, поэтому именно в эту область надо увеличивать наукоемкость, надо увеличивать сегодня работу. И нашу по показу, рассказу в своем взаимодействии и тоже промышленности. Поэтому мы сейчас проводятся так называемые, создаются холдинги, создаются определенные другие структурные структуры, которые сегодня могут соединить вот этот процесс в единое. Чтобы можно было кластеры, которые можно было бы увязать от межотраслевое взаимодействие. Есть идея, то не важно, где я работаю. Собрали все вместе, сделали, разработали. Ну, заработали и дальше продолжаем работать на тех местах. Вот этой системы у нас еще не отработана, нам тоже нужно ее делать. Ну, я мог бы много еще говорить в этом направлении, но я сказал, основные вопросы, на которые, на мой взгляд, сегодня должны быть, стоят перед Академией науки. И вот сейчас обсуждается вопрос проведения съезда, второго съезда научной общественности с участием президента и правительства. Задача важна подготовить его и выгонести эти все вопросы, что нужно не только для сегодняшнего дня, а для завтрашнего, послезавтрашнего, для нашего общества, для нашей страны, популяризации нашей страны за рубежом, с тем, что мы были писаны, интегрированы в международный рынок и знали свои места, нас ценили, ну, а мы могли делать то, чему научились и чему мы можем. С нашими ресурсами, правда, многие говорят, я тоже могу сказать, что вот у нас, многие говорят, вот мы бедные ресурсы, мы не бедные ресурсы, у нас есть земля, у нас есть лес, у нас есть вода, у нас все можно делать, и то, что у нас есть, на этом, в первую очередь, на своей сырьевой базе, мы должны забывать высокие технологии. О том, о чем я говорю, но и другие переработки, глубокие переработки средохозяйственной продукции, повышение урожайности, создание машин для этого. Вот это мы должны заниматься вместе с и руководством страны, и, конечно же, с реальным сектором экономики. И вот здесь я бы добавил еще одно, очень важно на этом пути иметь, я бы сказал, человеческую мотивацию к этому. Если человек не заинтересован, его очень сложно заставить. Есть один путь сегодня, так называемый, заставить человека, что это кнутый праник. Но если в нее внутренне потребно что-то делать, он находит ресурсы, время для того, чтобы это сделать. Вот эту мотивацию, внутреннюю мотивацию человека, работать больше, лучше, качественно, делать то, что нужно в нашей стране, надо понимать. А это должно быть партнерство государственно-частное. Вот это мы говорим много, но у нас законодательства по этому вопросу недостаточно, и этот процесс не развит. Здесь тоже надо думать, как это сделать.